Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В день Конституции школьникам рассказали о правах и обязанностях, а глава города поздравил членов избиркома. Сбылась мечта полусотни юных сочинцев. На Мацесте открылась новая детская площадка. Ни одного плохого героя и вера в чудо. В Сочи представят концертное исполнение оперы «Иоланта». Сочинцы против сочинцев. В финале краевого первенства по керлингу встретились две местные команды. На месте крушения военного вертолета в Кореновском районе нашли бортовые самописцы. Их техническое состояние позволит выяснить, что происходило на борту. Следствие рассматривает две версии – техническая неисправность воздушного судна и роковая ошибка пилотов. Напомню, боевой Ми-28 совершал учебный полет, но из-за сильного тумана экипаж принял решение посадить машину. В нескольких километрах от полосы диспетчер потерял связь с вертолетом, борт рухнул, оба офицера погибли. Соболезнования родным и близким пилотов выразил губернатор Вениамин Кондратьев. В Сочи установили мемориацию. Вечерный камень в честь 25-летия со дня начала боевых действий по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В двух военных кампаниях в Чечне участвовали более тысячи сочинцев. 27 из них домой не вернулись. Залп в памяти погибших. Построение. Цветы к камню памяти возлагают ветераны, представители администрации, военно-патриотических обществ, родственники и сослуживцы погибших солдат. Сегодня такой день, день скорби, день памяти всех тех лет, когда Россия с каждым днем, с каждым часом теряла своих сынов. Они просто-напросто шли и делали, выполняли свой долг. Они были верными своей воинской присяге, они были верны своему государству. В декабре 1994 года российские войска вошли в Чеченскую республику, где пылал вооруженный конфликт, чтобы восстановить конституционный строй. Операция должна была закончиться в течение нескольких месяцев, но растянулась на годы. Если что, я броню выгоняю, блокирую дорогу, вызов броню. Добро пожаловать в ад. Так приветствовали в Чечне вновь прибывших военнослужащих. В горячих точках погибли или получили ранения тысячи человек с обеих сторон. Точной статистики до сих пор нет. Однако известно, что в зоне конфликта служили больше тысячи сочинцев. В парке «50-летие Победы» высадили 27 туй. Это дань памяти сочинцам, погибшим в двух чеченских компаниях. Младшему из них было 18, старшему – 22 года. Мария Щербакова говорит, что гордится сыном. Десантник Сергей Щербаков из поселка Лазаревска погиб во время первого конфликта, выполняя специальное задание. Память будет вечная. Вечную память. Что сказать? Это очень хорошо, очень все организовали, все правильно сделали. Я очень благодарна. В Сочи, как и во многих городах России, действуют общественные объединения и организации, которые помогают ветеранам и их семьям. Бывает такое, что родители могут, например, погибших, обратиться с вопросом того, что подправить могилку надо. Все члены нашего объединения просто скидываются средствами, идут навстречу, помогают им материально. Кто не может материально, может приехать, помочь, крышу перекрыть, может помочь еще в каких-то других аспектах. На месте памятного камня в парке «Пятидесятилетие Победы» в будущем планируют установить монумент. Скоро начнется работа над его проектом. Директором Департамента внутренней политики региона стал Игорь Чагаев. Распоряжение о назначении подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Игорь Чагаев вырос в Лобинске и окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности государственное и муниципальное управление. Ранее он занимал должность главы Лобинского района. На посту директора Департамента внутренней политики края он сменил Сергея Пуляковского, ранее назначенного на пост вице-губернатора. 12 декабря – день Конституции Российской Федерации. В Сочи сегодня честовали председатели и членов участковых избирательных комиссий. Тех, кто обеспечивает в городе конституционное право избирать и быть избранным, лично поздравил глава города. А еще сегодня в сочинских школах прошли уроки гражданственности. Все подробности у нашего корреспондента. Право на образование, охрану здоровья, труд и отдых, свобода слова, вероисповедание и выбора места жительства. Все это гарантировано Конституцией России. О законе законов школьникам сегодня рассказывали студенты юридических факультетов. Кто-то вспомнил, а кто-то впервые узнал, что основной закон страны состоит из преамбулы двух разделов, девяти глав, 137 статей и девяти параграфов переходных и заключительных положений. Отвечать пришлось и самим учащимся. Ребят проверили на знания своих конституционных обязанностей. Основная цель данного мероприятия – обратить внимание подрастающего поколения на их конституционные права, на право участвовать в управлении государством, на право участвовать в выборах. И эти акции, мы уверены, помогут нашим школьникам определиться в дальнейшем и со своим выбором в профессии, а также быть активными гражданами Российской Федерации. Свою активность сочинцы проявляют на выборах. Там же пользуются своим правом голоса. А вот тех, кто отвечает за организацию и проведение выборов, сегодня пригласили на торжественный прием главы города. Алексей Копайгородский поздравил работников участковых избирательных комиссий с Днем Конституции и 25-летием краевой избирательной системы. Ровно четверть века назад в современной истории Кубани были проведены первые региональные выборы. Жители края голосовали за депутатов законодательного собрания первого созыва. За четверть века сочинским избиркомом на самом высоком профессиональном уровне было организовано и проведено более 30 федеральных, краевых и муниципальных выборов. Вы всегда идете в ногу со временем, применяя при почете голосов новейшие цифровые технологии, постоянно совершенствуете избирательную систему. Мы с уважением относимся отдельно ко всей сочинской избирательной системе, потому что никогда в жизни вы не приносили никаких проблем, вы быстро, оперативно и, самое главное, прозрачно всегда решали все проблемы, которые возникают на территории нашего большого края. С праздником! И всем огромный слава и благодарность. Спасибо. В Сочи две с половиной тысячи организаторов выборов. Они подготавливают списки избирателей, информируют о дне голосования, организовывают сам процесс, подсчитывают голоса, подводят итоги на участке и доставляют протокол уже в городскую избирательную комиссию. Задач много, а ответственности еще больше. Это не только важное дело, но и, собственно говоря, уголовно наказуемое, потому что мы все придерживаемся буквы закона. Мы постоянно обучаемся всему новому законодательству. Мы не имеем права нарушать какие-то пункты закона и несем за это ответственность. У нас очень большой участок, у нас больше двух с половиной тысяч избирателей. В последнее время активность заметно возросла, то есть уже как бы самосознание наших жителей выросло. Это радует. Приходится общаться, приходится с людьми разговаривать по поводу того, что, конечно, каждый должен иметь свою ответственность и свой выбор в этой жизни и, честно, самое главное, подходить к тому, чьи руки отдать в свое будущее. У нас очень активно к этому относятся и все переживают, как большинство жителей, все переживают за судьбу не только нашего поселка, но и страны, и города в частности. Поэтому, конечно, такая активная позиция у наших жителей. Новая предвыборная кампания развернется уже в новом году. В 2020-м организаторам выборов предстоит большая работа. Сочинцы будут выбирать депутатов городского собрания, а жители региона в целом – губернатора Краснодарского края. Выборы состоятся в сентябре, в единый день голосования. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Эта зима в Сочи может войти в историю как сезон, когда была полностью реализована идея единого скипаса. На двух горнолыжных курортах сезон катания уже стартовал, ну а в целом город зимой планирует принять более миллиона туристов. Сразу два краснополянских курорта открыли горнолыжный сезон раньше срока. Помогла погода. С конца ноября в зонах катания курортов Красная Поляна и Альпика Сервис шли продолжительные снегопады. Для катания райдеров все готово. Остальные склоны готовятся к высокому сезону и приему гостей. Все трассы откроются в 20-х числах декабря. А на розах утр традиционный день снега отметят уже 21-го. Напомню, что в новом сезоне отдыхающие смогут приобрести единый скипас. Он позволит кататься по одному билету на всех горных курортах. На сегодняшний день цена этого единого скипаса составляет 3300 рублей на одни сутки. Единый скипас объединяет все три горнолыжных курорта между собой. Некоторые части из них объединяются физически, часть из них объединяется посредством специально подготовленного скибаса. Это автобус, который будет по дорогам соединять эти курорты. Благодаря скипасу и скибасу отдыхающие смогут свободно перемещаться с одного горнолыжного курорта на другой. Чтобы в зимний сезон все работало без сбоев, свою работу 28 декабря начинает оперативный штаб. Все новогодние каникулы вице-губернаторы и вице-мэры будут вести дежурство в горном кластере и контролировать работу всех отраслей курортов, а также решать вопросы, связанные с жизнедеятельностью горных поселков. В праздничные дни на горнолыжных курортах ожидается 600 тысяч гостей. В связи с чем в сторону Красной Поляны увеличивается количество рейсов «Ласточек» и автобусов. Традиционно все сочинцы хотят на новогодние праздники поехать. Если не покататься, то хотя бы просто погулять по нашим горнолыжным курортам. Доступ на наши горнолыжные курорты в горный кластер в силу погодных условий будет возможен только на зимней резине. Поэтому просьба опять же ко всем сочинцам воспользоваться общественным транспортом, в случае, если они захотят посетить горный кластер в новогодние праздники, либо такси. А между тем на побережье возвращается тепло. Уже к выходным температура воздуха прогреется до 16 градусов. И сотни тысяч туристов планируют провести каникулы именно в прибрежной зоне. Загрузка гостиничного фонда Сочи в новогодние праздники планируется на уровне 100%. Для тех, кто активному отдыху в горах предпочитает более размеренный, у моря, сочинские санатории предлагают массу программ санаторно-курортного отдыха. Это и открытый юг, и в Сочи за здоровьем, серебряный возраст. Межсезонье в Сочи – время для оздоровления. Санаторий «Октябрьский» – очереди на медицинские услуги. Санатории сейчас 90-процентная загрузка. Людей привлекает, безусловно, лечение. Санаторий располагает огромной лечебной базой, которая работает на протяжении 20 лет. Программа разработана огромное количество. Одни из последних программ – это программа активного долголетия. Межсезонье, зимний период – это действительно то самое необходимое, которое нужно нашим гостям для того, чтобы они не в жару получали лечение, а в такое прекрасное время года в Сочи. То есть в Сочи нужно лечиться именно в межсезонье. Надежда Смирнова с супругом – сотрудники одного из крупнейших заводов России и Европы по выпуску стальных труб. Санаторно-курортное лечение в Сочи они проходят за счет первоуральского новотрубного завода. Такая практика стала возможна благодаря договоренности руководства Сочи с руководителями крупных производств страны. Наше предприятие заботится о сотрудниках, которые работают с вредными и опасными факторами. В Сочи в зимний период мы приехали первый раз в жизни. Обычно мы здесь летом бываем. На данный период для меня вот этот зимний отдых – это супер. В Сочи зимой красивый, я бы сказала, даже очень красивый, но мы же с Урала, нам не хватает немножко снега. Но снег, красная поляна компенсирует. К слову, для желающих попасть из прибрежного кластера в Горный в санаториях Сочи работает трансфер. Погода меня устраивает совершенно хорошо. Пару дней только дождичек был. А так врачи, весь персонал очень внимательный, заботливый. Все везде красиво, чисто, благородно. Все отдаем своему здоровью, проходим все процедуры. Здесь ты находишься в тепле, в солнышке, и поднимаясь на какие-то там метры, значит, ну, не маленькие метры, я хочу сказать, да. Вот. И там уже снег лежит, и этот контраст, конечно, эффектно просто-напросто. Больше другого слова не найду. Зимой неплохо. Погода хорошая. Тепло, хорошо. Ребенка подлечить приехали. Процедуры проходим, ванны и прочее. У нас сейчас снег лежит, а здесь можно ходить даже без шапки. Поэтому очень тепло, и климат приятный. К морю уходим подышать свежим воздухом морским. В целом, в зимний сезон Сочи примет порядка полутора миллионов туристов. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну, а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 13 декабря в Сочи переменная облачная. С температурой воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем 12-14 градусов выше нуля. Температура морской воды 13 градусов. В Красной Поляне тоже облачно, возможен снег. Температура воздуха ночью 0, минус 2, днем 9-11 градусов выше нуля. Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань» Рождественский базар. Продукты и деликатесы для праздничного стола, подарки к Новому году и Рождество. Авторские изделия, аксессуары. Ежедневный розыгрыш призов. С 19 по 22 декабря. Жемчужина. Вход свободный. Бесплатные лекции и мастер-классы от лучших экспертов. В Сочи в эти дни проходит лагерь для предпринимателей «Мой бизнес». В Сочи приехали как действующие владельцы компании, так и те, кто только мечтает открыть свое дело. Для чего и тем, и другим нужна эта образовательная площадка, узнаем мы из следующего сюжета. В горах Красной Поляны на высоте 1170 метров начинающие и уже действующие предприниматели собрались в лагере «Мой бизнес». Их ждали три дня семинаров и лекции от 20 приглашенных экспертов, лучших бизнес-тренеров, наставников и инвесторов. Например, этот мастер-класс посвящен ораторскому искусству. Когда Михаила Фридмана, одного из богатейших людей России, спросили, какой главный навык для вас в построении такого успешного бизнеса, он сказал речь. В бизнес-лагерь в Сочи путем отбора попали 100 человек со всего Краснодарского края. Это и действующие предприниматели, и те, кто только мечтает открыть свое дело. В сентябре они написали тест, нужно было за 15 минут ответить на 80 вопросов. Это задание на логику, на знания в области математики и лингвистики. Те, кто набрал больше всего баллов, теперь в Сочи в бесплатном бизнес-лагере. Интересен своей средой. Здесь студенты, бизнесмены, люди, которые только начинают, люди, которые уже давно в этом деле, делимся опытом, общаемся, находим новые знакомства, конечно. Цель лагеря «Мой бизнес» – помочь участникам открыть или развить свое дело, а также рассказать о мерах господдержки предпринимателей в нашем регионе. Я бы себя, наверное, не отнес уже к новым предпринимателям, так как уже больше 30 лет, но обучаться и развиваться я начал буквально чуть больше года назад, и это действительно очень полезно. Раньше не было такой возможности, не было таких платформ. То, что сейчас делает непосредственно бизнес, мой бизнес – это очень крутой фундамент для достижения и развития дальнейших целей. Лагерь в Сочи – это одна из обучающих программ проекта по популяризации предпринимательства от Министерства экономики региона и Фонда развития бизнеса. В рамках проекта начинающие бизнесмены могут получить бесплатную поддержку, будь то маркетинговое исследование ниши и создание бизнес-плана, или помощь в финансовом планировании или же создании и продвижении сайта. Это проходит в рамках национального проекта развития малого и среднего предпринимательства. Сейчас приоритет и для нашей региональной власти, и для администрации Краснодарского края. И поэтому, да, этот проект направлен на то, чтобы вовлекать в предпринимательство молодых начинающих людей и образовывать в этом направлении. Как рассказывают в Краевом департаменте инвестиций, сегодня образовательные программы – одна из востребованных мер поддержки бизнеса. Нынешний лагерь стал первым подобным проектом в крае, но теперь точно будет проводиться регулярно, говорят организаторы. Следующий бизнес-лагерь планируют открыть уже летом. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сбылась мечта – полусотни юных сочинцев. На Мацесте открылась новая детская площадка. Новый детский городок небольшой, но и домов в округе не так много. В переулке Лечебный живет 600 человек. Полсотни из них – дети. Место для Игора они, конечно, себе находили и до этого, но очень уж хотелось яркую и новую площадку. Детки меня всегда просили, бабушка Рая, может быть, мы добьемся новую площадку, нам хочется новую площадку. Я говорю, ну, постараюсь и постараюсь. Я начала обращаться. Обращалась, значит, Родиону Игоревичу Цирольнику, которому, дай бог здоровья, не отказал, дал нам денежку. Самое главное, что детям есть где проводить время, и спокойно родители могут теперь смотреть в окна и видеть, что их дети рядом с домами. Депутат городского собрания Родион Цирольник вместе с депутатом ЗСК Алексеем Сафроновым решили, этому району детская площадка нужна как воздух. Очень много у нас переулков, дворов, которые не находились никогда в зоне гостеприимства. И им очень много чего не хватало все эти годы. И вот я очень рад, что сегодня настал тот момент, на переулке вечеринка дома 8. Вы видите, да, это наши обычные типовые двух-трехэтажки. Получили замечательный такой детский комплекс. Отметить открытие новой площадки решили спортивным праздником. Маленькие жители Мацесты соревновались в троеборье, дартс, упражнении уголок на шведской стенке и отжимания. За последние пять лет здесь, благодаря депутату, появился новый мост через ручей Десимона, уличное освещение, заменен старый аварийный кабель над домами. Будет построена еще одна детская площадка. Комфортным должен быть не только отдых туристов, считает Цирольник, но и повседневная жизнь жителей спальных районов Сочи. Им дорого то, где они каждый день ходят, где они находятся, и то место, где они больше всего проводят вне дома и вне работы. Это улицы, это дворы, это переулки, это теренкуры. И им, конечно, хочется жить в удобной, комфортной среде. Тем более, им есть чем сравнить. Выезжая в центр, бывая в Олимпийском парке, конечно, им это максимально хочется комфортно и удобно видеть собственных дворах. Новая игровая площадка уже совсем скоро станет концертной. На Новый год жители планируют нарядить здесь елку и устроить детский праздник. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Оперный шедевр Чайковского представят в Сочи. 13 декабря в Зимнем театре состоится последнее в этом году выступление Сочинского симфонического оркестра под управлением Антона Лупченко. Публики представят концертное исполнение оперы «Иоланта». «Иоланта» – последняя лирическая опера Петра Чайковского. Написана по мотивам пьесы Генриха Герца «Дочь короля Рене». Она рассказывает о слепой французской принцессе, которую исцелила любовь и желание видеть свет. Это произведение пользуется популярностью. Опера любима и певцами, и зрителями, и в ней нет отрицательных персонажей. Это опера о том, как, объединив вот эту доброту, объединив душевное тепло и, если хотите, горение сердца, многих людей можно победить даже природную болезнь. Это же опера не буквально о том, как можно прозреть физически. Это больше о прозрении духовном. С Сочинским симфоническим оркестром выступят солисты Мариинского театра и Московского театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Исполнительница главной роли Елена Безгодкова впервые спела партию «Иоланты» пять лет назад в Московской консерватории имени Чайковского. С тех пор и полюбила эту оперу и роль. Эта партия, она очень органичная, на самом деле, и образ очень светлый. Она, с одной стороны, совсем девочка, очень юная, но она обладает большой мудростью. У нее очень чистое сердце. И здесь, вы знаете, в образ вживаться было несложно, потому что есть какая-то детская чистота, которая, на самом деле, вот у нас в глубине души всегда живет. Поэтому мне очень нравится петь эту партию. Это была вообще моя самая первая партия, которую я исполнила на сцене. Опера «Иоланта» будет представлена на сцене Зимнего театра 13 декабря. На спектакль приглашены и люди с ограничениями по зрению. Такая возможность стала результатом договоренности между художественным руководителем Сочинского симфонического оркестра Антоном Лупченко и городским управлением социальной политики. Первенство Краснодарского края по керлингу завершилось в Сочи. В турнире участвовали юноши в возрасте до 16 лет. Всего 8 команд. Соревнования среди представителей сборной Краснодарского края проходили с 9 по 11 декабря в Ледяном Кубе. Накануне прошла финальная игра на дорожке Центра олимпийской подготовки позиций. С древним видом спорта сошлись первый и второй состав сборной Краснодарского края. Других соперников у наших керлингистов нет, так как этот вид спорта развивается только в Сочи. Кстати, некоторые из игроков участвовали в недавно прошедшем Кубке России и впервые показали высокий результат. В первом составе юниоров у нас сейчас играют трое спортсменов, кто на последних соревнованиях на Кубке России занял призовое место. Это первое место. Мы очень гордимся этим результатом, потому что для наших ребят это самый высокий результат на данный момент. У нас были третьи места, но первого для них пока еще не было, поэтому они выиграли эти соревнования, они могут подавать документы на мастера спорта, но, к сожалению, ребятам не исполнилось еще 16 лет, поэтому придется еще раз зауевывать первое место, чтобы получить мастера спорта. Альберт Топчан – один из тех игроков, который был в составе команды победителя. Керлингом он занимается в шестой год и уже кандидат в мастера спорта. На финальный поединок был настроен решительно, но в итоге победу отдали соперникам. Игра завершилась на шестом энде со счетом 11-2. Игра шла не очень результативно, потому что я там пробрасывал, не добрасывал, очень много ошибок. И я думаю, мы сейчас закроемся, потому что уже счет явно проигрышный. Надо больше сплоченности и результативности. Скорее всего, они были лучше настроены на игру, и мы брали по одному, потому что там было необходимо это брать. Если бы мы не брали, то мы бы отдали еще там 3-2, может даже больше. Следующее первенство пройдет в феврале. Турнир будет отборочным на Кубок России, где у спортсменов есть шанс повторить свой успех. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радиск» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.